Сегодня мы поговорим о нитроглицерине или нитроспрее с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнём. Как принимать нитроглицерин или нитроспрей, чтобы он помог и что делать нельзя, чтобы он не убил. Первое. Если у вас нитроспрей, то его необходимо брызгать под язык. Если нитроглицерин в таблетках, то также нужно положить таблетку под язык до полного растворения. Не разжёвывать. Второе. Использовать только одну дозу спрея или одну таблетку, подождать 5 минут. Если не помогло, использовать второй раз. И если опять не помогло через 5 минут, то третий раз. Больше трёх раз опасно, поскольку возможно резкое падение артериального давления, из-за чего может развиться инсульт. Третье. Лучше всего использовать нитроглицерин в положении сидя или лёжа, а после приёма препарата не вставать слишком быстро и резко, поскольку может развиться ортостатическая гипотензия. Спокойно посидите несколько минут, а потом потихоньку вставайте. Четвёртое. Опасно использовать нитроглицерин, если ваше давление меньше 100 на 60, так как нитроглицерин и так снижает давление. Пятое. Стенокардию. Постоянные боли в сердце не начинают сразу лечить нитроглицерином. Проблему боли в сердце врач сначала решает антиангенальной терапией, чтобы пациент не подсаживался сразу на нитроглицерин. Если антиангенальная терапия перестанет быть эффективной, то только тогда дополнительно назначается нитроглицерин. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом всё. Здоровья и удачи вам, друзья!